Маленький просто вопрос, кто был на предыдущей лекции, кто слушал? Есть люди? Есть, ну хорошо. Итак, это был взгляд на элементы со стороны физиков, сейчас мы немножко со стороны химиков так проходим, да вы высоко так не забирайтесь, поверьте мне, если я захочу туда что-то кинуть, я попаду, но это я обычно не делаю на лекциях. Итак, позвольте представиться, для тех, кто забыл или не знал, зовут меня Аркадий Курэмшин, я доцент химического института Казанского университета, лауреат премии за верность науке 2019 в области популяризации и химии. Ну и сейчас мы с вами пройдемся по следам химических элементов, как называется наша лекция. Значит, если вы думаете, что просто будете сидеть и слушать, вы глубоко ошибаетесь, потому что сейчас мы поиграем с вами в игру верю-не верю, проверим ваши некоторые остаточные знания. Принцип игры какой? На экране будет 7 утверждений, часть из которых правильная, часть из которых неправильная. Вам нужно будет угадать, что правда, а что нет. И, соответственно, в бумажечках заполнить, что правда и что нет. У всех есть бумаги, ручки. У кого есть бумаги, ручки, ручки поднимаем. Если кому-то просто бумага нужна, то помощники раздадут. Значит, кому бумага нужна, ручки держите. Кому бумага нужна, ручки держите. У кого? Давайте, давайте. Кто получил, сразу руку опускаем. Ручки у всех есть? Ну, придется делиться соседям, ручками временами. Итак, бумаги, ручки. Вот ручки, одну ручку могу дать. Ну, давайте. Итак, значит, на бумажечках, бумажечки подпишите. Лучше своими именами, чтобы, потому что, ну, все равно тому, кто большее количество правильных ответов даст, будет приз. У нас призы есть на самом деле. И можете расставить сразу цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 по числу вопросов. Итак, если вы считаете, что вопрос, ну, вернее, утверждение правильное, вы ставите там плюс, да? Если вы считаете, что неправильное, минус нет. Вот на этот опрос у нас уйдет, ну, минут пять. После этого помощники соберут, проверят. Ну, а мы эти вопросы разберем. Ну, и, как обычно, сделаем, скажем так, мораль. Итак, поехали. Первое. Поскольку у нас год Менделеевский, по следам химических элементов, да, связано с Менделеевым, первое утверждение, Дмитрий Иванович Менделеев является изобретателем русской 40-градусной водки. Да, у нас, конечно, ноль плюс, ночь на уте, но все равно, я так думаю, что такое слово все слышали, независимо от возраста. Я уверен, что большинство не употребляли, но слышать слышали. Второе. Следующий слайд. Он так медленно переключается. О том, что Менделееву таблица приснилась, мы знаем с его слов. Мы знаем со слов Дмитрия Ивановича Менделеева, что таблица ему приснилась. Следующий слайд. Третье. Таблица Менделеева была не первой таблицей, систематизировавшей химические элементы. Таблица Менделеева была не первой таблицей, в которой предполагалась систематизация химических элементов. Следующее. Первые 20 лет после открытия газ гелий считали металлом. Первые 20 лет после открытия газ гелий считали металлом. Конечно, кто-то может подумать, как можно металл с газом спутать, но мало ли что бывало в жизни. Следующий слайд. Ну, у нас год 150-летия таблицы, и мы можем сказать, что к юбилею таблицы она полностью заполнена. Она полностью заполнена, то есть больше там ничего поместиться в принципе не может. Вот, правда это или неправда. Следующий слайд. Элементы Тулей и Самарей названы в честь российских городов Тулы и Самары соответственно. Элементы Тулей и Самарей названы в честь городов Тулы и Самары соответственно. И, наконец, седьмой, последний. В организме человека можно встретить практически все элементы периодической системы Менделеева. В организме человека, я не имею в виду Гомера Симпсона, который живет около атомной станции, а в организме среднестатистического человека можно встретить все элементы таблицы Менделеева. Итак, семь вопросов, следующий слайд. Пока, котик. Пока. Собираем работы. Собираем работы на проверку. Вы можете посмотреть на одного из многочисленных ученых котов. Котиков в презентациях мало, много, вернее, не бывает. Тем более, да, что в пятницу в 9 часов вечера котики бывают очень актуальны. Так, все сдали? Так, ну, жюри начинает проверять работы, а мы смотрим правильные ответы. Первое. Несмотря ни на что, Дмитрий Иванович Менделеев не был изобретателем русской водки, хотя это очень часто ему, что называется, инкриминируется или, наоборот, возводится в достижениях. Ну, вот, даже есть менделеевские рецепты и прочее. На самом деле, 40-градусную русскую водку, если так можно выразиться, изобрел министр финансов Российской империи Рейзен в 1863-м, по-моему, году, когда Российская империя стала вводить акцизы на спиртное. Откуда получилось 40%? 40% получил следующим образом, но где-то, начиная с момента уже, где-то с 15-го, вообще водка была уже на Руси где-то с 15-го, 16-го века. То есть, во время написания русских былин, заметим, не во время, когда действие этих былин происходило, а во время написания этих былин, водка уже была. Почему? Потому что, ну, если почитать былины про там Илью Муромца или кого-то еще, то приезжая в стольный город Киев, придвор князя Владимира Ясна Солнышка, некоторые богатыри демонстрировали свою богатырскую силу, осушив ведро зеленого вина. Ну, под зеленым вином как раз имелась в виду водка, ну, или какой-то продукт перегонки. Понятно, что водку при Владимире Красное Солнышко не пили, но былины-то были написаны, ну, лет на 400, по-моему, позже. Потому что, ну, реальные прототипы этих трех наших богатырей, Ильи Муромца, Добрыни Идичи и Алеши Поповичи, они жили настолько, что, в принципе, они никогда вместе не могли сойтись. Вот, как определяли качество водки? Качество водки определяли, поджигая ее, был такой метод полугара. Считалось, что водка правильная, хорошая, если, когда ее поджечь, и пламя затухнет, остается половина стакана. Ну, часть спирта выгорала, от тепла испарялась вода. По расчетам, которые уже были проведены в 19 веке, это было 38 градусов. Российская империя решила взять под контроль торговлю спиртным, крепкими напитками. Но, сами понимаете, в 19 веке Excel не было, таблиц не было. И 38% было считать довольно сложно. И, чтобы облегчить жизнь счетоводов, министр финансов сказал, ну, пусть будет 40, чуть-чуть прибавим. Откуда пошла легенда про Менделеева? Следующий слайд, пожалуйста. Легенда пошла про, ну так, ну это вот, варианты легенды. Следующий слайд легенды пошла от того, что первая диссертация Менделеева по химии называлась «О смешении спирта с водою». Никаких рецептов, естественно, характера питьевого он не давал. Но в этой диссертации было описано впервые то, что, собственно говоря, может люди и видели, но до этого не придавали значения. А Менделеев первым описал следующий факт. Ну вот если мы сольем 40 грамм спирта и 60 грамм воды, мы в итоге получим сколько грамм раствора? 100, потому что закон сохранения массы есть. Но если мы сольем 60 миллилитров воды и 40 миллилитров спирта, ну так называемые объемные проценты, мы 100 миллилитров не получим, потому что меняется плотность раствора в процессе смешения. И да, мы получим другую величину. Ну, можете попробовать дома только, ну лучше не со спиртом, с водой, а с чем-нибудь, с другими смешивающимися жидкостями, замеряя объемы. Менделеев это один из первых заметил и рекомендовал смешивать уже не по объемам, а по массам, чтобы закон сохранялся. То есть, с одной стороны, да, водку он не изобретал, но его диссертация имела значение для спиртовой промышленности России того времени. А вообще Менделеев был во многом промышленником и даже про свой периодический закон. Он не стал докладывать первый доклад, позволил это сделать своему другу Меньшуткину. Почему? Потому что в тот, когда Меньшуткин за него докладел, Менделеев поехал инспектировать сыроварни около Санкт-Петербурга, но опять же на предмет химической технологии. Еще одна легенда, связанная с Дмитрием Ивановичем, это, да, вещий сон, что приснилась таблица ему во сне. Ну, как у нас у химиков есть анекдот, что сначала таблица Менделеева приснилась Пуштину, но он ничего не понял. На самом деле, насчет сна тут дело такое очень тонкое. Сам Менделеев никогда не говорил, ни в каких воспоминаниях, он не указывал, что таблица ему приснилась. Кстати, ближе к старости он с воспоминаниями стал путаться, и в некоторых воспоминаниях он утверждал, что именно он первый доклад о периодическом законе делал, хотя, в общем-то, во всех протоколах Русского химического физического общества было написано, что первый доклад со слов Менделеева делал Меньшуткин. А о вещем сне, следующий слайд, пожалуйста, мы знаем только из одного источника, со слов профессора геологии Санкт-Петербургского университета, друга Менделеева, профессора иностранцева, который, ну, как-то в компании выдал такой вариант, что Дмитрий Иванович, он настолько уже выдохся, когда составлял эту таблицу, что он там уснул, пропустил поезд даже на это, из Санкт-Петербурга в Москву, но зато, когда проснулся, эта таблица у него как бы предстала перед его глазами. Если так подумать, вот эта вещь и сон Менделеева, Менделеева всю жизнь преследовал, он, на самом деле, эту легенду терпеть не мог, ну, потому что, сами понимаете, лицо публичное, в старости, тайный советник, тайный советник, это четвертый классный чин по гражданской иерархии, ну, по военной, это генерал-лейтенант, собственно говоря, и каждый журналист к нему, а приснилось, не приснилось, а что нужно там это, как лучше ложиться спать, чтобы тебе что-то хорошее приснилось, там, форточку открывать, или ноги выше должны быть, голова ниже и так далее. В общем, это он очень не любил, и когда-то, когда ему там в сотый раз спросил журналиста петербургского вестника насчет вещего сна, ну, тут Менделеев спылил, насколько, конечно, можно говорить, про спылившим человека от 19 века весьма токсичного, он выдал такое, что молодой человек, это, может, вам приснилось и 5 копеек за строчку вы получаете, а я над ней, может, 20 лет думал. Это вот само выражение Менделеева об идее, но заметим, что, опять же, в этом его, как бы, воспоминании тоже есть некоторый изъян, ну, то ли к отец, то ли что. В этом году мы отмечаем две даты. Первое – это 150-летие таблицы, второе – в этом году исполнилось 185 лет Менделеева. То есть, в каком возрасте он таблицу и периодический закон изобрел? В возрасте 35 лет. Ну, вот того Менделеева, которого рисуют на периодических таблицах, ну, такого старца, седобородого, на самом деле нет. Ну, это был такой петербургский, можно сказать, хипстер, 35-летний. Ну, понятно, что люди тогда старели немножко, взрослели немножко быстрее, чем сейчас, но он был молодой. Но, опять же, если считать, что 20 лет, я ее думал, то от 35 лет, отматываем 20 назад, получается, что идея периодического закона у Менделеева возникла в 15-летнем возрасте, что, естественно, быть не может. В 15-летнем возрасте он еще заканчивал физико-математическое отделение Тобольской гимназии. Он и не знал, что пойдет по химии. Плюс к этому, ну, идея таблицы пришла где-то буквально за два года до того, как периодический закон появился. Каким образом? Менделеев, он съездил на первый международный конгресс химиков в Карлсруэ, где химики договорились об атомных весах и многих других вещах. И вот после этого обмена опытом в Германии он понял, что российское образование немножко не соответствует мировым стандартам в том плане, что нет хороших учебников, то есть либо только переводные, российских учебников нет. Он решил это восполнить и сначала написал учебник по органической химии, используя в качестве системы уже существовавшую тогда теорию типов Жерара. Учебник, говоря современным языком, стал… Так, пока не надо, верните обратно. Сейчас. Ну ладно, пусть Ньюланд стоит. То есть он написал учебник по органике с теорией типов Жерара, а учебник разошелся большим тиражом, ему нужно было написать учебник по неорганической химии. Ну естественно, любого автора хочется вторую книгу написать не хуже, чем первую, и даже лучше. Я могу об этом судить, на самом-то деле. Но системы в неорганике не было, он стал ее вот так лихорадочно придумывать, чтобы тоже хороший учебник написать. На фоне этого периодический закон возник. То есть на самом деле первоначально периодический закон, он родился не как научный механизм, а как такой методический механизм, чтобы легче подать материал студентам. Чтобы легче подать материал студентам. А в любом случае, чтобы там со сном не было, главное это мотивация Высокая Менделеева на вот эту работу, а уж снилось, не снилось, это, конечно, он сам не говорил, как было, мы сказать не можем. Таблица Менделеева действительно не была первой таблицей. Одновременно появилось три таблицы, очень близких друг к другу. Следующий слайд. И это таблица Ньюанса. Заметим, она на 4 года была раньше опубликована Менделеевской. Очень похожая на Менделеевскую, только поменялись местами колонки и строки, ну то, что у Менделеева сверху вниз, здесь вдоль и наоборот. Но Ньюанс очень быстро прекратил над ней работать. Почему? Я вот говорил про высокую мотивацию, которая должна быть. Когда Ньюанс так гордо пришел в Британское химическое общество, сказал, ребята, я вот составил таблицу, по которой понятно, как у элементов какие-то там закономерности есть, ему сказали, а вы не пробовали их по алфавиту расставить, по алфавиту название, может там тоже закономерности найдется. Ну, Ньюанс обиделся, больше к этому не возвращался, но в конечном итоге стал главным химическим инженером города Лондона, оформил там кучу патентов, то есть тоже не пропал. Заметим, что Менделееву тоже сказали примерно следующее, что и сказал не обыкту, а сказал Зинин, работавший в Казани, потом переехавший в Санкт-Петербург, когда уже сам Менделеев выступал с формулировкой периодического закона, Зинин ему сказал, Дмитрий Иванович, вы бы лучше делом занялись, а не какими-то там этими самыми абстракциями. Но получается, что у Менделеева нервы оказались более крепкие, чем у Ньюанса, он не бросил этим заниматься. Третья таблица, следующий слайд, Лоттер-Мейер. А он выше, Юлиус, Лоттер-Мейер. И Менделеев, и Мейер, ученики Бунзена. Ну, Мейер, конечно, дольше был учеником Бунзена, чем Менделеев, Менделеев только стажировался. Почему в итоге остался только Менделеев? При том, что, ну вот, то, что считается самой древней таблицей в Европе с именем Менделеева в нижнем правом углу, обнаружено в завалах мусора в 2014 году в университете святого Андрея Шотландии. Ну, на самом деле, многие знают, химите, не химите, что можно найти на старых складах в самых дальних его углах. Заметим, там немецкими буквами написана таблица Менделеева. За примерно 3-4 года до появления этой таблицы и Менделееву, и Мейеру, Британское химическое общество дает высшую награду медаль Дэви за то, что называется систематизация химических элементов. Куда делся Мейер потом? И в чем отличие Менделеева от Мейера? Таблицы были очень похожие, вот можно сравнить верх и низ, даже по структуре. Но мы говорим таблица-таблица, Менделеев открыл не столько таблицы, сколько периодический закон. И Ньюленс, и Мейер, и Менделеев оставили пустые места в своих таблицах, там, где элементов еще не было, открытым. Но Мейер и Ньюленс оставили просто пустые. Ну, найдутся, мы туда их вставим. А Менделеев что сделал? Он предсказал свойства элементов, которые вот в этих пустых клетках должны находиться. И в итоге, когда предсказания стали сбываться, выяснил, что это не просто систематизация, что это не просто таблица, что это закон, который позволяет предсказывать свойства неизвестных еще элементов, позволяет знать, где их искать. И вот, да, вот в этой таблице уже два предсказанных Менделеевым элемента есть, Скандий и Галлий, ну, в третьей колонке, которые, ну, вместо которых у Мейера пустота. Именно поэтому, да, таблица Менделеева. И дальше уже, собственно говоря, триумф Менделеева везде и во всем. Следующий слайд. На самом деле, да, можно подумать, как можно перепутать инертный газ с металлом. Это насколько нужно быть не в своей тарелке. Но дело в том, что Галлий назван в честь чего? В честь Солнца. Галлий сначала был обнаружен в спектре солнечной короны. И только через 20 лет он был обнаружен на Земле. По спектрам Галлий не выглядел как не металл. Ну, то есть, у Галлий было 2-3 спектральных линии. Тогда было модно снимать спектры. Бунзен, учитель Менделеева, учитель Мейера и Тиргов физика, они составили первый спектрометр. Они начали спектроскопировать вообще все, что им под руку подворачивалось. Потом начали астрономы использовать спектральный метод. Но было понятно, что если элемент не металл, углерод, кислород, азот, у него там жуткая мешанина из полос. У металлов литий и натрий одна-две полосы. Сейчас мы это знаем почему. Потому что, ну, вообще количество спектральных полос определяется количеством электронных переходов. А у металлов активных, у которых всего лишь один электрон на внешнем уровне, там, собственно говоря, вот этих переходов немного. Но у Делия всего два электроны, поэтому у Делия тоже переходов немного. Опять же, название Делия, если вспомнить, как называются газы под Делием, неон, ар, гон, ксенон, криптон, окончание суффикс он, радон, суффикс он. У Делия суффикс и, который был натрий, калий, литий, кальций, то есть суффикс типичный металла. Суффикс типичный металл, само название Делия, оно уже немного указывает на то, что его не считали газом. Следующий слайд. Более того, ну, вот спектры как раз, он сверху водород и Делий, дальше Литий. И вот если посмотреть, на что больше похож спектр Делия, на спектр Лития или на спектр углерода, азота и так далее. Понятно, что на спектр Лития, поэтому солнечный металл Делия, это было 20 лет. Опять же, Делий считали металлом благодаря немало Дмитрию Ивановичу. Почему? В какой-то момент, ну, он бросил заниматься периодической системой, через 3-4 года после того, как ее составил, но за новинками следил. И у него была такая идея, что вообще все они металлы он в таблицу внес. Значит, все, что новое, что открыто, может быть только металлом. Следующий слайд, пожалуйста. Ну вот, это такой комикс из британского химического общества по поводу открытия элементов. Менделеев, Менделеев, не уверен, что Делий металл, даже когда был найден аргон, первый инертный газ, обнаруженный уже на Земле, пощупанный, даже и тогда Менделеев это не убедил. Он посчитал, что это какое-то соединение, очень прочное, активное. К счастью, оказалось так, что лорд Релей, который открыл все инертные газы, он оказался больше верил в периодический закон, чем сам Менделеев. Каким образом? Он понял, что он открыл первый инертный газ Делий, что он открыл третий инертный газ Аргон, ну, по соотношению масс и температуры плавления и тепени. И он начал искать что-то посередине, перегоняя газы. И в скором времени нашел неон. Ну, есть такой анекдот, что он русскоязычный, правда, его не могло быть в другой стороне, что помощник Релея по открытиям инертных газов Рамзай, ну и что, Релей, открыв неон, звонит Рамзаю и говорит, я, говорит, это самое, новый инертный газ открыл. Да, говорит, Таргон, наверное, опять нет, говорит, неон. Ну, с названием там, да, на самом деле название дал сын Рамзай, он хотел назвать элемент новым, новый, но в итоге назвали неоном. В конечном итоге, когда выяснилось, что Делий, Аргон, Неон – это новые элементы, их вставили в таблицу, но первоначально их вставили не туда, где мы их привыкли видеть, а в самую крайнюю левую позицию, в нулевую группу, потому что они ни с чем не реагировали, и считалось, что у них валентность равна нулю. Следующий слайд, пожалуйста. Несмотря на то, что, да, периодическая система сейчас выглядит законченной, конечно, она не закончена, закончен только ряд. Ну, вот я не зря спрашивал перед лекцией, кто слушал товарищей из Дубана, и которые как раз занимаются, ну, это их шеф, если что, человека химический элемент Юрий Цалакович Аганисян, единственный живой человек, в честь которого назван химический элемент, ну, живущий сейчас, и второй человек, в честь которого при жизни был назван химический элемент, первый это Гленн Сиборг, который, в общем-то, сверхтяжелые элементы в Штатах исследовал. Так вот, естественно, что 118 элемент это не предел. Дальше, пожалуйста. Существует у физиков такая, следующий слайд, а к этому мы потом вернемся, или попытаемся. У физиков существует такая концепция, как остров стабильности, которая говорит о том, что, да, тяжелые ядра, они становятся все менее и менее устойчивыми, однако, если посчитать с учетом строения ядра, некоторые элементы должны увеличивать, наоборот, стабильность по мере увеличения массы ядра. В принципе, эксперименты это показывают тому, что вот эта великолепная четверка элементов 113, 115, 117 и 118, которая окончательно поселилась в периодической системе в конце 2016 года, она живет секунды и даже десятки секунд, в отличие от тех, что перед ними стоят. Но синтез новых элементов это, в принципе, вещь тяжелая. Сейчас уже, да, приступили к синтезу 119, 120 химических элементов, которые начнут новую, скажем так, новый ряд в периодической системе. Но при этом по расчетам тех же физиков, все-таки границы у периодической системы есть, они обозначены, то есть таким последним химическим элементом будет элемент номер 172, скорее всего. Элемент более тяжелый, он будет просто существовать настолько мало, что не успеет захватить электроны, а химический элемент это ядро и электроны, вращающиеся вокруг него. То есть, если будут границы у периодической системы, то это номер 172. Следующий слайд. Ну вот, почта России, которая обычно тормозит, она вот элемент номер 120 уже где-то открыла. Но это когда я вот лекцию готовил, набрал элемент 120, хотя, ну, хотел найти способ его синтеза, увидел, что у почты России он уже готовый. Так что мы недооцениваем почту России на самом деле. Следующий слайд. Значит, элементы Тулы и Самарей, ну, не названы ни в честь Тулы, ни в честь Самары. Из всех элементов, которые залегают в земной коре, в честь российского топонима, назван только элемент Трутени, элемент номер 44, который был обнаружен, ну, опять же, в Казани, в Казанском университете. Да, уже синтезированные элементы, они там, Дубни, Московий, они уже названы в честь российских топонимов, но я говорю про те, которые находятся в земной коре. На самом деле, ну, что касается элемента Тулия, тут даже его первый открыватель неправильно назвал, неправильно сказал в честь его, в честь чего он назвал. Он назвал, я говорю, называю Тулей в честь Скандинавии. Следующий слайд, пожалуйста. Однако, хотя и существовала вот такая легенда Туле, ультима Туле, и это совершенно не Скандинавия. Почему? Ну, вот карта уже более или менее близкого к нам времени, на которой обнаружены, нанесены на карту острова, откуда, ну, в Британию, в Нормандию прибывали такие туристы на драконьих кораблях с топорами, я викингов имею в виду, то есть Скандинавия находится так выше, правее, а Туле, оно вон нанесено, но он там под каким-то то ли рогатым, то ли с двумя фонтанами морским чудовищем. Единственное, ультима Туле, которое мы знаем сейчас, следующий слайд, это вот это, астероид на внесолнечной орбите, но на самом деле, ультима Туле, это на греческом, на латыни, примерно, как неведомый край Земли, тридевятое королевство, или что-то в этом духе. То есть, впервые про эту Землю написал Страбон, как бы, в своей географии, он говорил, что там воздух жидкий, что что-то еще, то есть, это что-то куда-то далеко плыть на север, потом долгое время считали, что ультима Туле – это Скандинавия, но на самом деле, витинги тоже искали далекую северную Землю, тоже ультима Туле, то есть, это не их родина. В общем, элемент Тулей был назван вот в честь этого тридесятого государства. Следующий слайд. А вот элемент Самарии близко к России, близко к России, но не Самара. Элемент Самарии – это вообще первый химический элемент, который назван не в честь Бога, какой-либо мифологии, не в честь Титана, не в честь там географической позиции. Элемент Самарии назван в честь генерала-лейтенанта, генерала-полковника Самарского, который подарил шведской академии минерал, названный в его честь, Самарститом. И уже исследуя Самарстит, в Швеции выделили новый элемент, который, ну, и назвали Самарием. Ну, насколько Самарский был связан с Самарой, сложно сказать, потому что вроде бы мы привыкли, что в интернете есть все. Даже не удалось найти фотографию, ну, или там рисунок этого генерала-полковника, хотя он долгое время руководил инженерной школой в Санкт-Петербурге, то есть, в общем-то, был человеком достаточно известным и занимался идеологическими работами. Ну, это, конечно, первооткрыватель, а не полковник Самарский. Следующий слайд. Ну, вот единственные элементы его первооткрывателя, открытые в России, Рутенни и Карл Клаус. Иногда сейчас можно иронизировать на тему того, что мы говорим там русский ученый Карл Клаус, или русский ученый Конрад Бельштейн. А на самом деле большая часть из них принимали православие, находясь на территории Российской империи, тогда, ну, не столько национальность имелось в виду, сколько подданства и сколько, скажем так, отношения, ну, к той или иной церкви. В конце концов, если вспомнить золотой век Российской империи Екатерину II, то Екатерина II, она София Аугуста, ну и так далее, в которой вообще ни капли русской крови в принципе не было. Однако, тем не менее, ее вот мы считаем, ее мы считаем с именем Екатерины Русской, ну, насчет Клауса, насчет Бельштейна, прочих как-то начинаем задумываться. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и, наконец, последний вопрос. Действительно, в организме человека присутствуют все химические элементы, которые есть в земной коре, это факт. Они присутствуют не потому, что, большая часть из них присутствует не потому, что что-то там случилось с экологической обстановкой в последнее время. 80 химических элементов выполняют те или иные задачи в организме человека. То есть, ну, и не только человека, естественно, и других высокоразвитых организмов. Простейшие они ограничиваются меньшим набором элементов. Чем организм становится сложнее, чем больше функций ему приходится выполнять, тем, как правило, его элементный состав становится все больше и больше. Поэтому, когда вот, ну, журналисты там говорят, что там выловишь рыбу из Волги, и там вся таблица Менделеева, ну, и что, ну, действительно, и в нас вся таблица Менделеева. То есть, ну, некоторые вот эти эпидементы, их, конечно, нужно менять. Ну, здесь еще показано цветом происхождение тех или иных химических элементов. Все химические элементы, ну, за исключением водорода, гелия и лития, образовались при том или ином способе разрушения звезд. Ну, водород, гелия и лития, они появились в первые, как мы говорим, 300 тысяч лет в самом начале Большого Горячего Взрыва. Все остальное во время разрушения звезд, так что то, что мы с вами сотканы из звездного пепла, из звездного вещества, это, опять же, не метафора, там, Игоря Северянина или кого-то еще, ну, что-то он, по-моему, Северянин что-то подобное писал. Это вполне реальная, скажем так, вещь. Ну, есть такая картинка, был такой популяризатор Карл Саган, астроном, который написал замечательную книгу «Маленькая голубая точка». Вот есть такая картинка, что Карл Саган уговаривает сына прибраться в кошачьем лотке. Вот теми словами, что понимаешь, каждый атом на Земле это атом разрушившейся звезды, так что не будешь там убирать какашли за котом, а ты будешь касаться звездного вещества. Ну, кстати, возьмите себе на вооружение. Если есть необходимость. Так, ну и последний слайд, последний слайд, он как обычно, а нет, не как обычно. Вот простейшая формула человека, которая была показана при открытии года химии в феврале этого года, 2019-го. Единственное, что один вопрос такой мне задали, который мне самого стал интересовать с того момента, да, я занимался химией с школьниками-лицеистами. Они спросили, а формулу как установили, с сжиганием, что ли? Ну, понятно, что химиков много, то есть большая часть формул, она действительно определяется простейшим сжиганием и определением продуктов сгорания. Но, я думаю, что вряд ли, но тем не менее, вот она формула, куда не все элементы вошли. Ну и, наконец, последний слайд, последний слайд. Главное, чтобы мы химию не боялись. Мы сами сложные химические системы, в общем-то, с сознанием и социальными функциями, то есть химия вокруг нас. Поэтому не бойтесь химии, читайте правильные книги, слушайте правильные передачи, не смотрите РЕН-ТВ вообще выключите. Про РЕН-ТВ, да, говорят, уважаемые редакторы РЕН-ТВ, в понедельник вы сказали, что мы произошли от атлантов, во вторник, что от инопланетян, в среду, то, что мы вообще голограмма, вы, блин, между собой-то хотя бы определитесь. Итак, у нас есть... У нас есть 8 шестибальных работ. У нас есть 8 шестибальных работ, но это замечательно. Призов, давайте, всех друг другу аплодируем, но призов у нас 3, но призов у нас 3, поэтому мы пойдем так, что у нас, кроме знаний, должна сопутствовать и удача. Удача. Кто считает, что он вообще ничего не выиграл? Есть такие? Вот идите сюда, молодой человек, вы первую руку подняли. Будем считать, что он не заинтересованный. Ваша задача вытащить 3 работы. Ну, 3. Раз. Два. Ой, здесь 2 сразу. Ну, пусть будет так, ладно. Итак, так, вы идите назад, потому что одна работа анонимная. Ну, увы. Я сказал подписать. При всем уважении, так. Ага. Итак, я сейчас посмотрю, нет ли у нас остальные не анонимки. Итак, Камиль Г.А. 06-802. Выходите. Полякова или Полянова Таня. Полякова. Ну, вы сами так писали. И Артемьева Даша. Значит, поздравляем еще раз победителей. Так, никто КСИИ у меня... Никто курс КСИИ у меня не слушает из вас. А то зачет можно было бы автоматом получить. Ну, и тогда призы книги от издательства Мана, Иванов и Фербер, издательства МИФ. Кому нужна математика, логика, коммуникация. Ну, вот мы пойдем таким образом. Коммуникация вам. А вам логика и математика. Всем спасибо, что, несмотря на столь поздний час, пришли. Ну, и поздний день, в конце концов. В 9 вечера, в пятницу это отдельный героизм. Субтитры сделал DimaTorzok